приветствую вас друзья на канале Даниила и Ларисы три месяца назад мы приготовили мексиканский сыр Эль Кеса Декотиха сегодня у нас дегустация этого сыра он вызревал напомню готовили мы его из набора и по рецепту предоставленному нам интернет-магазином сырок.com.ua то есть это не наш рецепт мы его нигде не нашли я даже хотел найти когда готовил этот сыр альтернативный рецепт но найти его не смог поэтому готовили сугубо по рецепту предоставленному интернет-магазином сырок.com.ua вот сейчас его разрежем и посмотрим что у нас получилось ссылку на интернет-магазин оставлю в описании видео и также в описании видео вы найдете ссылку на то как мы готовили этот сыр на все процессы, пошаговый рецепт. Также вы можете купить набор для приготовления сыра. Либо же под видео с рецептом вы можете посмотреть все ингредиенты, там все расписано и составить самостоятельно этот набор. Итак, друзья, резать, наверное, буду более крупным планом. Режем Элькеса, Котиха де Монтана. Вуаля! Посмотрите, какая красота! Я несказанно рад Элькеса де Котихе. Ну что, давайте пару кусочков и будем пробовать. Вызревал у нас, кстати, в натуральном воске, как вы видите. О воске я снимал отдельное видео, то есть воск очень легко снимается с сыра и его можно использовать повторно, там второй, третий раз. Ну, неограниченное количество раз, поэтому очень удобное покрытие. Итак, друзья, сейчас покажу крупным планом. Ну, посмотрите, друзья, какой красавец! Воздушный, с такими достаточно крупными глазками. Мне очень нравится сыр. В очередной раз нас не подвел наш любимый интернет-магазин с набором, с рецептом. Сырок просто суперский. Еще очень важный момент, я считаю, я перестал пользоваться. Этот сыр весит 2 килограмма, там, кило-900 чем-то. Мы перестали с Ларисой пользоваться формами магазинными. Почему? Потому что магазинная форма на 2 килограмма, она диаметром 20 сантиметров, и в ней получается вот такой вот плоский блин. Из вентиляционной трубы я сделал вот такие вот формы без дна. В них получается нормальная адекватная головка, в которой процессы созревания происходят значительно лучше. Но это мое мнение, я, конечно, вас не призываю выбросить свои формы, но, по крайней мере, такая труба стоит, там, 2 доллара метр, копейки реально. Отрезать 150 миллиметров от этой трубы, насверлить отверстие, и готовая форма. Поршень я использую от подходящей килограммовой формы, все хорошо получается. Вернемся к калькеса котиха де Монтана. Сейчас воск с нее щищу. Но на вид он очень красивый. На запах легкий фруктовый аромат. Немножко даже цветочных каких-то ноток. Ну и плюс немного дает запах меда воск. Он сам вот с таким вот запахом меда. Кстати, не используйте коричневый воск, используйте именно желтый воск, если вы делаете вот из пчелиного воска, потому что коричневый будет давать запах нефти. Не знаю, почему так, но вот именно желтый он дает запах меда. Так, что ж здесь еще есть? Ну вот все-таки такой фруктовый какой-то яблочно-сливово-грушевый аромат. Даже не знаю, но вот пахнет свежими фруктами. Вообще очень свежий запах у сыра, вот свежий аромат. На вкус. Кто не любит кислые сыры, вам сюда. Он совершенно не кислый, он немножко сладковатый. Далее. Очень легкие, вот очень легкие грибные нотки есть. Но вообще, легусенькие, легусенькие. Вот такой вот именно характерный. Знаете, для чего, на что похож вкус? На гауду немножко, но только этот сыр значительно мягче, чем гауда. То есть это классический ломтевой сыр. Он эластичный, как видите. Ну реально очень классный получился. Доволен я сыром, но бутерброды будет самое то. И на пиццу тоже. Кстати, в ближайшее время сделаем пиццу 4 сыра, снимем это. У нас много сыров набралось, надо с ними что-то делать, поэтому будем вам показывать рецепты всяких сырных пицц, там где много сыра. Друзья, с удовольствием вам представляем рецепт, вернее не рецепт, а готовый результат. Элькеса котиха де молтана. Сырок классный, попробуйте приготовить. Не очень сложный в приготовлении. Ну в общем, посмотрите, если вы еще не смотрели, посмотрите видео о том, как мы его готовили. Готовый набор для приготовления сыра можете купить в интернет-магазине. Также под видео о приготовлении расписаны все ингредиенты. Если вам недоступна покупка в Украине, переходите под видео, там все ингредиенты, что для этого сыра, какая закваска, какой фермент. В общем, я все расписал, разберетесь без проблем и в своем регионе закажете нужные ингредиенты. А сырок фантастический. Ну классно. Реально структура у сыра просто у меня настолько нравится. Суперская. И плюс позревание в воске. Сыр совершенно не засох. Вообще, как бы, ну вот по сравнению с латексом, я в последнее время пропагандирую просто натуральный воск, либо покрытие паракод на водно-дисперсионной основе. И то, и то не дает сыру пересыхать, а просто создает идеальные условия для адекватного созревания сыра. Потому что в латексе сыр пересыхает и, ну, получается, чепуха полная. Мы, кстати, будем переснимать некоторые рецепты тех сыров, которые мы делали в самом начале, которые самые первые появлялись на канале. Потому что с накопленным опытом появился новый взгляд на вещи и некоторые сыры я бы исправил. То есть со временем, ну как со временем, в следующем году уже будем исправлять эти рецепты, вносить дополнения. Потому что рецепты берем из разных источников. Как правило, я нахожу 3-4 рецепта, составляем, собираем из них, пытаемся собрать истину. И по этому рецепту готовим пробный вариант. Пробуем. Если все получается более-менее нормально, тогда уже делаем на видео, снимаем видео и знакомим вас с этим рецептом. Но, я же говорю, появилось очень много новых идей, появилось много нового видения, появилось новое понимание, поэтому будем некоторые сыры переснимать. А Эль Кеса Котиха де Монтана попробуйте приготовить. Сыр классный. Друзья, спасибо за внимание. Переходите, смотрите основное видео по приготовлению. Естественно, подписывайтесь на канал. Пальцы вверх там. Ну, если считаете, что вниз, то вниз, как считаете нужным, в общем. Если есть вопросы по сыру, конечно же, задавайте их в комментариях. Всего доброго, пока! Пальцы вверх там.